здравия всем слушателям подписчикам моего канала с вами виктор максименков и в этом видео я предлагаю разобрать информацию по легендарным чудо-птицам и вообще легендарным летающим существам так как кто из нас не мечтал поймать например птицу удачи или птицу счастья а таких птиц по всему миру во всей мифологии огромная масса но казалось бы зачем нам это вспоминать если это дело давно забыты дней предание старины глубокой но оказывается это не так оказывается в современном мире 2018 году одна из веб-камер установленная в американском национальном парке гранд титон зафиксировала полет огромной огненной птицы отличающийся от всех известных науке видов ее оперение напоминалось полохи пламени то есть на видео была запечатлена легендарная птица феникс но считают те кто это видео посмотрел вот вам фото из этого видео ссылки как всегда в описании под этим видео на все использованные материалы совершенно недавнем прошлом и та же информация была когда была проблема у жителей сан-хуана в столице порта-рико дело в том что это было восьмидесятые года двадцатого столетия там было огромные страшные пожары и очевидцы рассказывали что огонь появлялся снова словно с небес и разгорался чрезвычайно быстро очевидцы отмечали появление перед пожаром каких-то фантастических птиц с огромным размером языками пламени вместо перья причем их полет сопровождался распространением в воздухе запаха озона то есть это не единичные случаи то есть они были раньше известны вот вам книга чудес из аусбурга 1533 год просто десятки этих огненных драконов где-то над германией в славянской мифологии есть множество таких птиц одна из них птица рарок рарик рарашек еще ее название огненный дух связаны с культом очага рарок солнечный огненный сокол птица пламени потом ее символы она представляет в виде хищной птицы или дракона с искрящимся телом рарок инкарнация то есть воплощение бога сворожища семаргла считается стихи рарока как вы понимаете это воздух и огонь она обладает удивительной способностью в виде огненного вихря смерча или урагана перемещаться в пространстве и времени в русской магии заговорах и заклятиях рарока чаще называют рахом или страхом но самая наверное известная птица из подобных это жар птица сказочная птица с ярким золотистым с переливом в красное оперение жар птица птица двух стихий воздуха и огня ее родина считается ири но некоторые могущественные чародеи в частности кощей бессмертной силой удерживает птицу себя то есть подземное царстве с жар птица воплощение самого перуна бога грозы грома и молнии способности считается что песен жар птицы способна излечить любую болезнь и продлить жизнь там ну то ее регулярно слушает особыми свойствами обладает и перья жар птицы выпавшая перо еще долго излучает свет и тепло а когда она остывает и превращается в золотое также считается что перья жар птицы приносит счастье тому кто сумел ими завладеть то есть это фактически птица счастья самой же знаменитой птицы подобного огненного смысла является птица феникс она же птица ра который не погибает в огне живет от пятисот до полутора тысяч лет и чувствуя смерть сама себя сжигает однако из образующегося пепла возрождается вновь либо как птенец либо как уже взрослая особь она хоть и считается фантастическая птица является символом вечности и воскрешения мертвых считали что он возрождается из своего пепла из-за этого всегда изображали на костре глядящим на восходящее солнце он является символом возрождения отваги ответственности и несломленного духа это очень важно понять так как эта птица является символом белого человека вы все знаете этот символ небольшом искажение но это красиво птицы ра первая вот она она же феникс как раз то что я говорил именно возрождение из пепла даже при полной гибели казалось бы почему она является символом белого человека а вторая птица птица рог то есть это судьба то есть это указание на прямое божественное управление белым человеком то есть какие бы ситуации мы не попадали даже если кажется что белый человек уничтожен его не существует все равно происходит неожиданное возрождение из пепла а на все это влияет то что мы имеем прямое божественное управление белыми людьми именно при помощи несломленного духа птицы рог в том числе это божественная птица именно поэтому на изначальном гербе который вы знаете как герб беловодья показано эти две птицы плюс вот этот красный щит это движение фактически земли вокруг центра это солнце наверху то что мы рассматривали ранее то есть это символ меча то есть это крест человека его души потом идет 9 девятиконечная звезда почему 9 вы уже понимаете у каждого человека 9 энергетических чакр а вместе с нашими предками это получается 16 энергоканалов энергоканалов которыми мы воспринимаем информацию из космоса мы пришли со звезд и здесь нарисованы основные звезды откуда мы получаем как бы эту информацию откуда мы пришли то есть это основное понимание нашего изначального символа также еще одной легендарной птицы которая изображена на гербах множество территориальных объединений является грифон это существо с головой и шеей передними лапами крыльями орла и телом льва грифон символизирует силу льва а также бдительность и мудрость орла то есть двойственно по преданиям грифон может отыскать и хранить золото способности от его крика вянут цветы и жухнет трава а если кто-то живой то все мир мертвые падают особенности грифон терпеть не может лошадей при встрече разрывает их на кус обязанности грифона они охраняли репейские горы тем самым охраняли вход в или и проходы в пекельное царство то есть славянской мифологии все подходы к кирийскому саду латырь горе и яблони золотыми яблоками стерегут именно грифоны и василиски я так понимаю в пекельном мире так как то эти золотые яблочки попробует тот получит вечную молодость и власть над вселенной а саму яблоню золотыми яблоками стережет дракон ладони и птица гагана если же перейти к легендарным существам в том числе летающим подземного мира то василиск то переводится как царь змей взгляд которого поражает нас перед как молния а дыхание заставляет вянуть травы и никнуть деревья он может быть змеиным царем такое же самое как и крокодильем по большому счету василиска многое все они разные но к царским василиска относятся как артист а куропис к низшим то есть это множество подвидов внешний вид это чудовище с головой петуха глазами жабы крыльями летучая мыши и телом дракона то есть опять похоже на химеру которую как раз и создают подземные жители способности в основные от его взгляда каменеет все живое внимание каменеет все живое цена его крайне ядовита если попадет на живую материю то тут же пойдет замена углерода на кремль это написано в легендах то есть представьте какая ядовитая слюна которая меняет один элемент на другой проще говоря все живое превращается в камень и дохнет хотя ходят споры от чего именно от его взгляда или от его яда конечно это его родниц медузой горгоной который славянные называли еще выгонь но кстати по одной из версий как раз василиска это есть дитя медузы а его там брат это аспид место обитания является пещеры оно же источник его питания поскольку есть василис только камни покидает свое убежище он может только ночью поскольку не переносит криха петуха разберем его брата аспида уже по дороге аспид это чудовищный крылатый змей который имеет птичий нос и два хобота крылья у него пестры и горят переливаются словно самоцветные камни по некоторым сказаниям впрочем монстр непроглядно черен отсюда выражение аспид на черный цвет куда он летает те места опустошает живет он в каменных горах а по другим сказаниям на мрачном суровом лесистом севере и на землю никогда не садится только на камень убить его стрелой невозможно можно только сжечь также их родственник по подземному царству птица могол самое интересное название птицы могол огромная могучая птица то есть или еще одно название птица туча песни манящая в царство смерти опять же психотронная технология какая обитает подземном царстве смерти летать может между двумя мирами миром яви и миром нави ее песня одурманивает человека и завлекает его в глубину нави его царства подчиняется только своему хозяину повелителю нави темная богу чернобогу когда это все прочитал я также вспомнил что согласно всем видительским данным различные демоны они превращаются в зловещих животных и птиц то есть имеют такую возможность то есть так как бы техномагические какие-то технологии плюс генетические технологии то есть не стоит все воспринимать прямо буквально их сосед этого подземного царства птица юстрица воплощение страшной болезни холеры ее компания демоны болезни чума да оспа тоже очень важный момент то есть она ночами пролетает над деревнями и где заденет воду железным крылом там начинается море то есть насколько я понимаю это такое симбиоз какого-то искусственного летающего объекта который переносит как раз болезнь то есть это фактически воздействие болезнями на человечество то есть когда начинаются вот эти эпидемии чумы и оспы и другие они заносятся специально они берутся откуда-то это применение фактически биологического оружия при помощи можно сказать НЛО почему нет крыло то у него железное где вы видели как бы птицу с железным крылом также хотелось бы заметить что та же книга чудес из Аусборга 1533 год материалы будут в конце видео ссылки на нее тоже достойная книга содержала сведения про вот эти сотни драконов подобные которые берутся неоткуда летают в районе богемии то есть откуда они могут взяться неожиданно ну фактически из-под земли почему нет также их родственница птица обида печальный черный лебедь богиня обиды беды печали горя и скорбь она очень воинственна и находится в свете птицы дев сопровождающих магуру стихия воздуха и воды купается в облаках и плещется в синем океан моря птица див мифическая птица предвещающая плохие события вестник бед и несчастья птицу див легко превращается в ды бог неба птица див относится к стихии воздуха див предвещает скорую смерть или серьезные бедствия тому кто ее увидел птица появляется перед человеком пытаясь предупредить тому об опасности однако ей не дано право изменять пророчество это судьба от которой уже не уйти да и человек по большей части не в состоянии разобрать того что говорит ему див несмотря на то что птица вещает на родном для человека языке также птица сирин темная птица темная сила посланница властелина подземного мира сирин от головы до пояса женщина несравненной красоты от пояса же это птица сами птицы не злобливы но очень равнодушны олицетворяют печаль не всякому человеку удается видеть сирин ибо улетает эта птица так же быстро как и слава и удача сирин обладает превосходным голосом который дарит истинное бложество того кто ему услышит при этом пение лишает человека воли и заставляет забыть обо всем на свете поэтому услышав пение сирин человек так и пребывает в состоянии некой прострации и не будет ни спать ни есть пока не умрет от истощения эффект не проходит даже после того как птица перестает петь нет сил чтобы не заставить себя не слушать голос сирин и смерть кажется в этот миг истинное блаженство сирин знает ответ на любой вопрос и способна исполнить любое желание но загадать что-то опасно так же есть легендарная птица стратим в славянской мифологии прародительница всех птиц другие имена строфиль птица она так же является родственницей птицам рарок и алконост управляет погодой на море относится то есть стихии воздуха и воды она же является воплощением стри бога бога ветров в стародавние времена утверждалось что стратим птица живет на море океане подобно алконосту когда кричит стратим птица подымается страшная буря и даже если всего лишь она поведет крылом море волнуется колышется то есть это вполне вероятно что какое-то НЛО с воздействием на погоду почему бы и нет ну а упомянутая птица алконос она чудесная птица жительница Ирия славянского рая алконос она инкарнация воплощения Хорса а Хорс это ход солнца между прочим сестра других светлых птиц рарога и стратима алконос это полуптица получеловек тело алконос это птичья с красивым радужным оперением голова у него человеческая часто на нее надета корона или же венок также алконос имеет человеческие руки сфера влияния управляет ветрами и погодой то есть насколько я понимаю как раз ее примерно выглядит она вот так очень похоже на синюю птицу счастья от своего бога Хорса алконосты получили способность управлять управлять погодой вокруг себя но их главная способность это сладостный голос говорят что голос алконос то сладок как сама любовь пение алконос то настолько прекрасно то услышавший его забывает обо всем на свете но зла от алконос то людям нет в отличии от ее подруги птицы сирин превосходное пение алконос то способное даже лишить человека разума то есть подобное изображение она мне напоминает вот синюю птицу птицу удачи вот она эта синяя птица на гербе некоторых районов вполне вероятно что именно из-за того что алконос живет в Ирии она находится рядом как раз с этими легендарными золотыми яблоками вкуси в которых можно обрести бессмертие и знания о вселенной но знаниями о вселенной владеет также птица гамаюн вещая птица вестница богов у нас есть такие понятия как песни птицы гамаюн в клубках ссылки на материалы в описании она поет божественные гимны и предсказывает будущее тем кто умеет слышать тайны и пророчества полет этой птицы смертоносную бурю приносит птицы гамаюн известно всего происхождение неба и земли богов и людей зверей и птиц место обитания летает под небесе живет в море скорее всего все таки это полая земля там же где обитает гагана птица с железным клювом и медными когтями живущая на острове буян и охраняющая чудесный камень алатырь говорится скорее всего что от нее тоже пошли все остальные птицы на земле умеет колдовать и творить чудеса но самое удивительное то что она единственная во вселенной способна давать молоко магура крылатая синекая облачная птица дева покровительница воинов дочь бога громоверста и перуны магура не обращается в птицу она сама птица она дева с крыльями то есть магура это покровительница воинов она как раз помогает маре птица три глав есть и такая птица уникальная богиня три главы одна а трем слава В этой богине три добрых начала. Одно это почва, второе вода, а третье есть воздух, чем дышим всегда. В одной три красавицы, три сестры, владеют богатством небес и земли, именятен язык птиц и рыб и зверей, а если заслужим, отдалят людей. Выводы. Давайте делать все такие выводы. Мифология по всему миру содержит множество информации про легендарных птиц, которые совершают чудеса и управляют различными стихиями, являясь порождением этих стихий. Такие птицы, как феникс, ра-рок, жар-птица, она же птица счастья, являются порождением стихии огня. Фактически могут существовать как на солнцах, так и в районах стоячей волны земли, где движется магма. При этом изначальный символ белого человека это две птицы. Ра, она же феникс, как символ возрождения из пепла и несломленности духа. И птица-рок, она же судьба, как символ прямого божественного правления судьбой расы. Таким же важным символом является грифон, который является охранником прохода высшие миры Ирия и Пепла. Также существуют легенды про птиц, которые являются порождением пекельного мира и содержат в себе следы генного проектирования химеры, то есть василиск, аспир, юстрица и могол птица, она же птица-туча. Птица-див, обида и сирин являются тоже порождением пекельного мира, но имеют магическую природу, то есть могут быть превращением высших темных сил. Птица-стротим, алконос, она же скорее всего синяя птица-удачи, гамаюн, гагана, триглав, магура, все эти чудо-птицы являются порождением высших божественных сил, поэтому творят чудеса, управляют погодой и предсказывают будущее, обитая в высших сферах Ирия, он же Верий. То есть, по-моему, это фактически не только генетические технологии, но и магические, ну и возможность перевоплощения высших сил, как светлых, так и темных, что-то человекоподобное для того, чтобы уметь летать и обладать сверхъестественными свойствами. Хотелось бы услышать и что вы думаете по этому поводу в комментариях. Все ссылки на материалы, как всегда, будут в описании под видео, там и песни птицы Гамаюн как раз. Ну, а если вы хотите как-то помочь мне в создании новых видео, под каждым видео есть закрепленный комментарий. Отдельная благодарность тем, кто помогает и материально, именно благодаря таким людям я и могу создавать новые видео. Перед вами списки каналов, в которых содержится интересная информация. Бейте просто в поисковик, вы можете в Ютубе найти их, там множество дополнительно интересной информации. Также тех, кто подписался, прошу нажать на колокольчик. Здесь у вас будет колокольчик. Если вы не нажали на колокольчик, значит вы не будете получать уведомления о новых видео. То есть они будут выходить, а уведомления до вас не будут доходить. То есть тех же, кто подписался, просьба это проверять, потому что Ютуб для начала снимает этот колокольчик сам, а потом неактивных пользователей просто отписывает. Так что вы будете думать, что новые видео не выходят. Они же выходят постоянно как минимум одну неделю. Также там есть на главной странице канала ссылки на все мои соцсети. Переходите, регистрируйтесь в моих группах Народная Академия Наук, как в ВКонтакте, так и в Одноклассниках, потому что там размещается больше информации, больше интересной информации, плюс вы можете разместить свою информацию, которую вы нашли. Это делает общую работу еще более осознанной. Так что благодарю всех за внимание и поддержку. С вами был Виктор Максименков. До новых встреч.